Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой важнейшей теме, о том, каким должен быть законный приговор. И здесь мы разберем отдельные элементы приговора по уголовному делу в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, в соответствии с позициями Верховного Суда, в соответствии с Пленумом Верховного Суда о судебном приговоре. И для чего нам знать, что такое законный судебный приговор? Для того, чтобы понимая, в чем заключается законность приговора, находить в нем при анализе те элементы, которые этим требованиям не соответствуют, для того, чтобы надлежащим образом подготовить апелляционную или касационную жалобу. Вот это, дорогие друзья, это очень важный элемент, потому что очень многие, я не говорю обо всех лицах, или об осужденных, или об их родственниках, я говорю даже о профессиональных юристах. И разговаривая с ними, они говорят, вот я считаю приговор незаконный, а в чем его незаконность? Ну вот я так вижу. Нет, дорогие друзья, незаконность приговора это совершенно конкретные понятия. И соответствующим образом, у нас судебный приговор состоит из трех частей. Это вводная часть, это описательно-мотивировочная часть, и это резолютивная часть приговора. И к каждой из этих частей законодатель и Верховный суд предъявляют конкретные требования. И несоответствие этим требованиям влечет за собой возможность апелляционного или касационного обжалования, либо обжалования в более высоких инстанциях данного судебного решения как незаконного. Итак, давайте мы начнем с вводной части приговора и каким образом она должна быть законной, как видит это законодатель и Верховный суд. Вот Верховный суд нам говорит о том, что судам следует иметь в виду, что согласно статье 304 Уголовно-процессуального кодекса установлены единые требования к вводной части как обвинительного, так и оправдательного приговора. Потому что мы прекрасно понимаем, у нас есть оправдательные, обвинительные приговоры и так далее. И тот и другой могут быть как законными, так и незаконными. Во-первых, в вводной части указываются данные о личности подсудимого. И данные о личности это те данные, которые имеют значение для дела. И Верховный суд нам разъясняет, что в обязательном порядке должны быть в вводной части указаны сведения, которые наряду с другими данными могут быть учтены судом при назначении подсудимому вида и размера наказания, вида исправительного учреждения, признания рецидива преступления, разрешения других вопросов. То есть судим, не судим, отбывал наказание, не отбывал, привлекался ли к иным видам ответственности административной и так далее. То есть все, что может послужить тем или иным образом к назначению того или иного вида наказания или его размера. При этом это могут быть данные об имеющихся, помимо вышесказанного, данные об имеющихся инвалидности, о наличии госнаград, почетных, воинских, иных званий, ученых степеней и тому подобное. При этом, дорогие друзья, в отношении лица, имеющего судимость в вводной части приговора, в обязательном порядке должны отражаться сведения о дате осуждения с указанием наименования суда и нормы уголовного закона, по которой был осужден, и мере наказания с учетом последующих изменений, если таковые имели место. Об испытательном сроке при условном осуждении, о дате отбытия исполнения наказания или дате основания освобождения от наказания. А в случае, когда лицо имеет судимость за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, и об этом должно указываться в приговоре. Мы понимаем для чего? Для исчисления назначенного наказания, для решения вопроса о наличии или отсутствии судимости на момент вынесения данного приговора и так далее. Если на момент совершения подсудимым преступления, в котором он обвиняется по рассматриваемому судом уголовному делу, его судимости сняты или погашены, то суд, исходя из положений части 6 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, не вправе упоминать о них вводной части приговора. То есть, если погашена судимость, ее не существует в правовом смысле. Понятное дело, она в объективной реальности была, но для назначения исчисления наказания она не должна приниматься во внимание. Это четкая позиция. Верховного суда. И если это указано во вводной части и повлияло неким образом в сторону ужесточения наказания, то это может быть основанием для принесения апелляционного представления, подачи апелляционной жалобы или касационных жалоб и так далее. И в таком случае, то есть, если судимость снята или погашена, суд указывает в вводной части о том, что лицо является несудимым. Это важнейший элемент и ни в коем случае об этом не нужно забывать, потому что это существенным образом влияет на правила назначения наказания. Дорогие друзья, если вам нужна какая-то практическая помощь в составлении апелляций, касаций на те или иные судебные решения по уголовным делам, то в обязательном порядке обращайтесь. И, конечно же, дорогие друзья, в дальнейших роликах мы поговорим о требованиях, которые выдвигаются у нас и законодателем, и Верховным судом в наиболее, на мой взгляд, важной части. Это описательно мотивировочная часть приговора, потому что именно в ней в полной мере раскрываются события преступления, иные признаки, такие как мотив и так далее. Понятное дело, что многих интересует именно резолютивная часть, где назначено наказание, определено виновность, невиновность, но база вся закладывается именно в описательно-мотивировочной части. О требованиям к законности именно этой части мы будем говорить в следующих роликах. И, дорогие друзья, возвращаясь к разговору об обоснованности законности того или иного судебного решения, мы в обязательном порядке должны анализировать приговор буквально каждое слово и соотносить его с постановлением пленума, с волей законодателя, изложенной в процессуальном законе, с нормами уголовного права, которые были применены или неправильно применены, с действиями органов досудебного следствия и так далее. Иначе, дорогие друзья, результата ни в апелляции, ни в касации не будет. Еще раз повторюсь, если нужна практическая помощь, обращайтесь, поможем в составлении и апелляции, и касации. И, конечно же, дорогие друзья, возможно, обращение и в президент. Удачи в делах! Счастливо!